Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Буфсановский. Ребята, это, считайте, видео ссылка, потому что статью надо читать. Статью надо читать. То есть статья «Как стать программистом? Подробная инструкция с примерами». В принципе, Денис Латыпов написал сообщение. Вы знаете, ну ведь интересно, Денис пришел года полтора назад, потом забросил, а теперь вот пришел и начал бомбить код. Вы знаете, очень неплохо, очень круто. То есть, в принципе, начал понимать. И, конечно же, стоит вопрос, а вот что произошло, как получилось? Сейчас я постараюсь показать код Дениса. Но, грубо говоря, я вижу, что Денис стал программистом. То есть, начал рассуждать. Когда-то я придумал, Сергей Асачи его делал, задание про зоопарк. Оно в группе, и вы с этим столкнетесь. В инструкции в этой все есть. То есть, грубо говоря, когда... Сейчас я поясню, чтобы вы понимали, в чем смысл. А потом я говорю про раздел. То есть, здесь есть практика Python.O.P., где, в принципе, ссылки выводят на группу. И задания, формулируются задания, очень четкие задания, часто используемые коды, здесь сейчас 9 страниц. И среди них есть и та вот программа. И вот Денис начал писать эту программу. Я вижу, что начал... Уже человек понимает, о чем пишет. Да, размышляет, вел свои типы данных. Множество, да, хотя их не было. То есть, не стал делать то, что сделал Сергей. Да, начал расширять программу, что очень-очень круто. То есть, начал действительно поступать как программист. Ну, давайте, в принципе, я хочу кратко рассказать о статье. Сейчас, секунду, извините. Вроде подготовился. Итак, прочитайте историю Дениса. Но на этом все не заканчивается. По сути дела, потратил время до обеда, потому что вот это вот внутри, да, вот, когда прочитал, вот полтора года вот этот виток Дениса, как я написал, что ребятам сейчас инструкция по изучению языка. Друзья, когда писал ответ Денису, получилась инструкция по изучению языка. С утра сел, так до обеда, ну, бла-бла-бла. Но все не выдало, поэтому сделал статью. Новичкам, если почитать историю Дениса и взять советы, которые написал Михаил Беляковский, понаблюдать, применять то, что делает Асачий Сергей, в общем, очень хотел помочь. Уж очень не хочется, чтобы вы делали круги, как Денис полтора года. У Дениса хватило силы воли выйти из пике. Но ведь может и не хватить, поэтому прочтите, пожалуйста, и применяйте. На что хочу обратить внимание. Я упомянул вот здесь две фамилии, но абсолютно верно. Сергей Асачий, вот уже больше времени прошло, но когда было полгода, он уже писал на двух языках. Михаил через три месяца начал писать довольно сложный код Наржанга. В принципе, здесь есть истории всех, да, я собрал. Поэтому, ребят, вот здесь в начале статьи я дал рекомендации. То есть надо понять, что когда вы будете работать на статью, и не просто там прочитать, а поработайте. Какой смысл? У вас после работы должно быть четкое понимание, как вы будете изучать язык, что будете делать. Хотя основные советы я дал. Обязательно посмотрите ссылки, то есть прочитайте ссылки, ту же историю Михаила Беляковского, который сначала там затратил 500 долларов на курсы, а потом пришел в школу и начал писать код, да. То есть почему, что. Тут много очень хороших советов. Также дальше я дал очень важные рекомендации, которые разделил на пункты. Но мне они кажутся важными, важно их просто понять. Ну, то есть, например, размышления новичка, ну, как Денис это отметил, да, что проходишь, ничего не понятно. На самом деле, ребята, не так. Так, язык, вот я всегда говорю уверенно, потому что я это видел на десятках людей. Язык всегда прорастет. Просто я думаю, что в очередной раз прочитаете, вы поймете, что вы не будете исключением. Дальше советы. На каком этапе, вот зачастую, как происходит у человека, который начинает программировать. Пока он не начал изучать язык, у него куча идей. Буду писать, ну, все это, ребята, смотрите, у человека, который не начал программировать, вот ему буду писать веб, буду писать программы, или нечто одно. Ну, у него это еще до уровня в неком эфемерном, да. Вот выучу, буду, да. А когда начинает уже изучать язык, вдруг начинает понимать, а что я вообще хочу писать. Ребят, ну, я очень подробно расписал, что не надо себя грызть. Вы найдете себя, хотите вы этого или нет. Потому что изучение языка, это как поездка ночью на машине с фарами, да. И когда машина двигается, то постоянно вырывается новый кусок дороги. И обязательно на этом пути вы найдете себя. И, ну, я здесь объяснил, что вы должны, чтобы искать себя, должны дойти до определенного уровня. Я это очень хорошо описал. Потом я описал, почему надо изучать несколько языков, на какой уровень это выведет. То есть, и кроме этого, как я говорил, довольно много ссылок, видео. Поработайте над этим. Поработайте с тем, что возьмите по старинке лист бумаги и ручки и ручку. У вас вверху должен быть четкий заголовок. Как я буду изучать язык, да. Как. То есть, в голове у вас должно это уложиться. Потому что я постарался описать, и как вы будете двигаться. Но когда вы будете, допустим, смотреть видео, там, или читать статью, там, того же Михаила Беляковского, Миша, допустим, очень классно использует комментирование кода, да. То есть, вот это все помечайте себе, потому что посмотрите, и опять получите кашу. А у вас должен быть план. Поработайте спокойно неделю, и в конце концов, писать будете. Писать будете. Ссылки, ссылка на эту статью в описании видео. Поэтому просто прочтите, и кому это интересно, вы поймете, что здесь я приведу, вот, что оказалось неправдой, да, на самом деле, что не веря в себя, зачем я это делаю, то есть, вот эти вопросы я, вот Денис на это ответил, но я со стороны человека, который обучает языкам уже много лет, и я это вижу в людях, да, но это не должно вас никогда, ребята, останавливать. Я все постарался объяснить в статье, что вера в себя здесь ни при чем, просто есть методика. Вот методика, как Миша Беляковский написал, да, как-то, Валера, ваша методика точно работает. Ну, конечно, я вижу по его коду, что она работает, потому что код сложный. И дальше он пошел нарабатывать уже как некий свой уровень. Поэтому, вас не должно тормозить, не веря в себя, это нормально, я объяснил просто, когда будете читать, поэтапно, как это все будет происходить, и что, как с этим бороться, что это убрать, зачем я это делаю, вот этот вопрос я тоже затронул, то есть, поиск себя. Я вам сказал, ребята, прочитайте статью, каждый найдет себя в программировании, каждый. И то, что, допустим, сказать сегодня, что человек, вот есть люди, которые могут писать, или есть люди, которые не могут писать, или там слушаешь, бред, самый настоящий, некоторые говорят, вы знаете, надо знать математику. Ребят, ну я математик по натуре, ну я, ну не тянет мне в ту область, да, я работаю с Жанго, работаю с языками, с чистой математикой, я за 9 лет так и не столкнулся, просто, если у вас гуманитарный склад ума, то уж поверьте мне, вы библиотеки с разработкой математики, вы и брать их не будете. Да, а что, кроме этого мало? Да, куча направлений, ребят, уж поверьте мне, вот это вот утверждение, что нужно знать математику. Стоп, ребята, ну подождите, а в Жанго, при чем, вот изучение Жанго, при чем здесь математика? Какая математика? Хотел сказать ругательное слово, но не буду. Ребята, есть простое правило, если вы гуманитарий, то 100% вы будете просто тянуться к библиотекам направлениям гуманитарным. Но, если даже взять более сложные вещи, машинное обучение, да там уже готовые формулы, какая там математика, там уже все выведено, бери, применяй функции. Поэтому, надо знать основы математики, понятно, но не высшую математику. Поэтому, есть одно правило, которое я всегда говорю, список, магазин составляешь, значит, можешь стать программистом. Да понаблюдайте, откройте глаза, вы за собой, понаблюдайте, ребята, просто постарайтесь следить ваши мысли. Вот вы идете в магазин, подходите, на самом деле, да, вы все делаете вроде на автомате, но ваш мозг дает команду взяться за ручку, открыть дверь, это и есть программирование. Вы зашли в магазин, что вы делаете? Есть ли магазин знакомый, понятно, жена там сказала купить гречки, пошли, где гречка? А представьте, незнакомый магазин, вы смотрите, где крупы, пошло размышление, if, если крупы там, то иду туда. Так, ребята, вы уже программист, только не надо это куда-то прятать и говорить, ой, это надо что-то знать. Ничего не надо знать, надо просто начать заниматься и разобраться, как при помощи типов данных, те же списка словарей, превращать реальные действия в жизни в программный код. Но, то, что вы уже это делаете, ребят, ну я кричу вам, ну вы это делаете каждый день, ну, понаблюдайте за собой, вы постоянно работаете с программным кодом внутри головы, только он у вас как-то по-своему, да, называется, вы как-то по-своему все это делаете. Поэтому прочите статью, это подробная инструкция, как стать программистом. Еще раз напоминаю, обязательно учитывайте рекомендации, потому что работайте по рекомендациям. И последнее, когда вы дойдете до пунктов, обратите внимание, есть ребята, которые, вот как Денис когда-то пришел, вот не зря, вот спасибо ему, да, за вот эту статью. Вот он два круга прогнал, там забросил, потом пошел там ПХП, разные, 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 раз в полтора года прошло вернулся и начал бомбить код. То есть понял, да, что ему надо. Так вот, ребята, это архиважно. Вот я здесь по пунктам расписал, по пунктам расписал, что и как делать. И вы заметите, прочитав эти пункты, что есть определенная методика. Я и хочу, чтобы вы себе эту методику написали, переосмыслили, да, потом она превратится в нечто ваше. Но поймите, изучение языка должно быть с определенной методикой. И я постарался, пусть коротко, да, отразить основные вещи. То есть как надо изучать язык, грубо говоря, определенным образом. Можно по-другому, но это будет медленней. Вот. Если изучать, как я рекомендую, вот по этому результат, вы прочитаете историю ребят. Тот же Асачи, полгода начал писать на двух языках. Сегодня, я знаю, он из Киева разбирается, с Жанго, с блокчейн. То есть пошло-поехало. И самое важное. Ну, в принципе, каждый из вас свое важное найдет. Спасибо вам за доверие. Я очень надеюсь, что эта статья вам поможет. Ребята, огромная просьба. Если у вас есть люди, которые пытаются войти в язык, не получается, ребят, дайте им почитать эту статью. И вы сделаете для них, я думаю, что хорошее дело. Они вам скажут спасибо. Ну, сначала сами прочитайте, вам понравится, тогда и дайте. Ну, просто-напросто помните, что добро, возвращается добро. Вот и все. Спасибо за доверие.